Всех приветствую вас, господа! Сегодня у нас 6 довольно интересных вкусняшек. Первое это долгожданное обновление шоколадки Вилли Вонка, теперь она 200 грамм и шоколада вкуснейшего, с взрывающейся шипучей карамелью в два раза больше. И, конечно же, золотой билет теперь в каждой шоколадке. Два новых вкуса Лейс в формате неких завитушек. Это сметана с зеленью и вторые это трипл чиз, то есть райной сыр. И, конечно же, к чипсам это американские соусы Лейс Ранч на основе майонезика, чесночка и зеленушки. Далее долгожданные снеки Скуби-Ду и сами знаете какого мультика в формате косточек со вкусом корицы. Американская вяленая говядина Джек Линкс в продаже как цельной упаковкой, так и поштучно. В упаковке у нас 20 стиков. И в завершении этого выпуска сегодня будет новый монстр Ультра Цитра. Также в наличии был немецкий аналог Ультра Цитрон. По вкусу они с корейским монстром плюс-минус одинаковые, разве что будут оттенки вкусов, разницы. И, конечно же, главное отличие это объем. Немецкий 500 мл, здесь же 355, они коллекционные. Поэтому, ребята-коллекционеры, данные монстры просто обязаны быть в вашей коллекции. И первая у нас будет шоколадка Вонка обновленная 207 грамм. И, пожалуйста, господа, вот она и вкуснейшая обновленная шоколадка Вонка. Теперь она стала намного толще. Если вы у нас приобретали раннюю шоколадку, она была по 112 грамм. Она была более вытянутая, то есть у нее плиточек было побольше. И, к тому же, она была очень-очень тоненькая. Сейчас вы просто взгляните, насколько это толстый шоколад. Мы почему сделали новую Вонку? Потому что с прошлой была проблема при отправке, она ломалась. Потому что была очень-очень хрупкая. Про состав мы уже говорили. Это безумно качественный шоколад и один из самых вкуснейших, который мы пробовали. Он также внутри со взрывающейся шипучей карамелью. Вы как раз такие вкрапления карамельки можете сейчас увидеть на экране. Она не просто хрустящая. Она именно как шипучка из детства хрустит и взрывается. Если честно, господа, я Вонку просто обожаю. Для меня это самый лучший шоколад, который я когда-либо пробовал. Максимально молочный, нежный. Я не знаю, слышно ли сейчас на микрофоне, но у меня во рту сейчас все вот эти карамельки, они просто шипят и взрываются. Это довольно необычное, конечно, послевкусие. Ну и про шоколад, как я ранее сказал, очень молочный, нежный, прям как молочко. Уверяем вас, господа, вы такого еще шоколада не пробовали. Сырье для шоколада мы везем из Бельгии. Здесь у нас кондитер уже его отливает. Конечно же, для многих цена может показаться высоковато, но вы, ребята, поймите правильно, сырье для шоколада везется из Бельгии. Сейчас с зарубежными сладостями довольно проблематичны, с зарубежными компонентами. Поэтому, кто очень давно хотел попробовать Вонку, мы вас не разочаруем. Это действительно поистине очень вкусный и качественный шоколад. А вот и новенькие чипсы Лайслайер в формате завитушек. И сейчас мы покажем для вас, какие они необычной формы. Как я ранее сказал, назовем их завитушками. Здесь у нас один вкус, это трипл-чиз. И именно такое количество вы получите с одной упаковки. Ведь в упаковке всего лишь 14,5 грамм. То есть она совершенно небольшая по громовке, но довольно объемная. А вот и соус Лейс. Он довольно густой, хоть и кремообразный. Здесь, как вы видите, вкрапление зеленушки. Также во вкусе чувствуется чесночок и лучок. Это соус Ранч. Ну что же, теперь я попробую. Конечно, в сочетании с чипсами этот соус бомбезный, господа. Очень рекомендую всем его попробовать. Он необычный и совершенно не похож на российский и европейский соуса. Он довольно соленый, копченый. То есть у него аромат копчения и вкус копчения, конечно же, чувствуется на послевкусие. И он довольно пестрый на вкус. То есть это черта американских соусов в том, что они очень яркие и пестрые на вкус. Конечно, это не в угоду состава сделано. Я думаю, состав вы сейчас видите на экране. И он довольно посредственный. Конечно, хотелось бы лучше, но вкус, по крайней мере, очень интересный. Что насчет чипсов? Это, конечно, очень интересно. Во-первых, за счет их формы. Потому что форма действительно впечатляет. Такое мы встречаем впервые. И их производят только в Америке. То есть ни в одной другой стране подобный формат чипсов Layers не производит. Вкус довольно насыщенный. Это тройной сыр. Чувствуется... Ну, во вкусе один сыр. Это в основном чеддер. Потому что американцы любят сыр чеддера и добавляют его везде. И в сочетании с соусом это, конечно, волшебно. А теперь переходим к Скуби-ду снегам. Честно, это моя одна из любимых вкусняшек. Они очень интересные. Как вы видите, они в формате косточек. И у них специальная гравировка Скуби-ду. Потому что это Скуби-снеки из того самого мультика. Это супер хрустящие, вкусные, ароматные, насыщенные печенюшки со вкусом корицы. И корица, она чувствуется лишь на послевкусии и в аромате. Поэтому, если вы ее не любите, то вам все равно эти печеньки понравятся. Особенно они зайдут детям. Во-первых, это печеньки из мультика Скуби-ду. Во-вторых, они в формате косточек. Это тоже довольно необычно. Для детей как раз таки мы их и привозим. Детишки у нас их и разбирают лучше всего. И, наконец-то, у нас в наличии эта американская вяленая говядина Джек Линкс. Она безумно популярна в Корее, в Америке, в Европе. И я с нетерпением ее хочу попробовать. В упаковке у нас 20 таких стиков. Внутри все герметично упаковано. Она, кстати, без глютена. Видно, что есть жирок, прожилки. Давайте ее разрежем. Довольно мясистая. Ну и, конечно же, аромат у нее шикарный. Прям копченой говядины. У нее есть интересная особенность. Вы ожидаете, что это будет довольно солено. А на деле это сладко. Это необычно очень. Я такое лично пробую впервые. Я сразу скажу, я не мастер и не эксперт в вяленых, копченых колбасках, мяса и так далее. Вот. Но это то, что я пробую действительно впервые. Потому что в первый раз я встречаю, когда вяленая говядина сладковатая на послевкусие. Это необычно и прикольно. Также у нее никаких прожилок в таких тянущих, застревающих зубах нет. Это очень вкусно. Конечно, вы можете сказать, что да я за эту стоимость там в любом магазине куплю 200 грамм похожих колбасок. Но, ребята, у нас не магазин про просто дешевле и так далее. У нас про необычное и что-то очень интересное. И в завершении выпуска, конечно же, это новый коллекционный монстр Ультра Цитрон. Я его еще не пробовал. Мне, честно, безумно интересно его попробовать. Он, как и вся серия монстров Ультра, без сахара. То есть там внутри сахар заменится. Да, он действительно такой же, как и по названию. Цитра. То есть цитрусовый. Я, честно сказать, не в восторге от того, что это серия Ультра, потому что она без сахара. Я не люблю напитки без сахара. Они не такие насыщенные на вкус. Но при этом я прекрасно понимаю тенденцию производить напитки и различные вкусняшки без сахара. Потому что не всем можно сахар, у кого-то на него аллергия, это довольно калорийно и так далее. Но, если честно, если вы уж пьете энергетик, то мне кажется, потому что это не суперполезно, и мне кажется, лучше уж пить тогда с сахаром. Но тогда можно и выбрать с сахаром энергетики. Ну, в общем, это двояко. Мне просто сам нравится вкус очень, но при этом он мне одновременно так же и не нравится. Потому что он без сахара. А по вкусу это суперлимонно, насыщенно вкусом цитрусов. Чувствуется, конечно же, лимончик, где-то немножко лайм и слегка может быть грейпфрут. Прекрасный монстр. Конечно же, мы его в первую очередь рекомендуем для ребят, кто коллекционирует данные напитки. Поэтому, если в вашей коллекции еще нет ультрацитры или ультрацитрона, то обязательно пополните ею свою коллекцию. И в завершении выпуска, ребята, очень хотим вас попросить поставить лайк, нажать кнопку подписаться. Это будет безумно важно для нас. И, конечно же, по традиции скидка 10% по промокоду YouTube для всех наших подписчиков. И обязательно прописывайте, что подписаны на наш YouTube канал при оформлении заказа. И тогда мы предложим для вас дополнительно вкусный бонус. Всем спасибо. Встретимся в следующем выпуске. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!